Радио «Вера» представляет Святой великомученик Меркурий жил в III веке. Он был скифом по происхождению и служил в римской армии. Однажды перед решающим сражением с войском варваров Меркурию было видение. Ангел Господень подал ему меч и сказал, «Когда победишь, не забудь Господа Бога твоего». Воин отважно сражался и помог римлянам одержать победу. Благодарный император Декий сделал Меркурия военачальником. И тогда святому вновь явился ангел и напомнил, кем была дарована победа. Меркурий вспомнил, что отец его был христианином и сам принял крещение. Он отказался участвовать в жертвоприношении языческим богам и открыто признался императору, что исповедует Христа. Воина приговорили к пыткам и казнили. Вскоре император Декий погиб от тех самых варваров, которых разбил Меркурий. Мощи святого великомученика Меркурия находятся в немецком городе Майнце. Христианских мучеников всех времен объединяет ревность о вере и отсутствие страха перед людьми. Для них, добровольно шедших на страдания, любовь к правде Божией была дороже своей жизни. Этот пример исповедничества дорог и ценен всем верующим. Церковь обращается сегодня к великомученику Меркурию с просьбой. Моли Бога о нас. Святая Екатерина жила в Александрии во второй половине третьего столетия. Она происходила из знатного рода и отличалась умом и красотой. Девушка не стремилась выйти замуж, говоря, что станет женой человека, подобного ей по красоте и учености. Однажды Екатерине было видение. Царица Небесная держала на руках отрока, сияющего как солнце. Но, как ни старалась девушка взглянуть в его лицо, отрок отворачивался. На следующий день Екатерина обратилась к благочестивому старцу-отшельнику с просьбой объяснить увиденное. Тот рассказал ей об Иисусе Христе. Девушка уверовала и приняла святое крещение. И вновь видение повторилось. На сей раз отрок протягивал Екатерине перстень в знак обручения. В это время в Александрии проводилось языческое праздненство. Девушка смело вышла перед императором Максимианом, собравшись знать ее и народом, и проповедовала Христа. Император приказал заключить христианку в тюрьму. Он повелел ученым-жрецам убедить ее в истинности язычества. Но девушка логически и убедительно опровергла все их доводы. Максимиан разгневался и повелел казнить Екатерину. Мощи великомученицы Екатерины хранятся в знаменитом Синайском монастыре, возведенном в ее честь. Сегодня свои именины празднуют все названные и крещеные в честь великомученицы Екатерины. Святая ныне предстоит перед Господом и молится Ему о всех, кто носит и почитает ее имя. Поздравляем именинниц с праздником и вместе с ними обращаемся к святой мученице. Моли Бога о нас. Святой мученик Меркурий Смоленский жил в XIII веке. Он был родом из Моравии и происходил из княжеского рода. Воспитанный в православии, святой Меркурий ушел из своего отечества на Русь и служил в войске смоленского князя. Святой воин тайно вел подвижническую жизнь, был строгим постником, проводил ночи в молитве. В 1239 году к Смоленску подошли полчища татар. Меркурий, молившийся в Смоленском соборе, услышал голос Царицы Небесной. «Иди к брани военной. Владычица зовет тебя». Воин той же ночью отправился в татарский лагерь и сразился с предводителем татарского войска. Меркурий убил неприятеля и вступил в единоборство с вражеским полчищем. Завоеватели обратились в бегство. Сам святой Меркурий принял смерть в бою. Жители Смоленска с честью погребли тело святого воина-мученика в соборе в честь Успения Пресвятой Богородицы. Ныне в Смоленском кафедральном соборе хранятся железные сандалии святого мученика Меркурия. Церковь прославляет святого Меркурия Смоленского за праведное христианское житие, за ту решимость, с которой он последовал словам евангелиста Иоанна и отдал жизнь за други свои. Сегодня церковь обращается к святому Меркурию Смоленскому. Моли Бога, Анес! Священный мученик, протеерей Евграф Еваристов родился в 1857 году в Самарской губернии. Он закончил семинарию и духовную академию, женился и был рукоположен в священнический сан. Все свое пастырское служение до мученической кончины отец Евграф совершал в Уфимском Воскресенском кафедральном соборе. Отец Евграф был выдающимся проповедником, дважды избирался депутатом в Уфимскую городскую думу и губернские организации. В семье священника было 15 детей. В годы революции и гражданской войны Уфа переходила от красных к белым. Протеерей Евграф Еваристов не скрывал своих симпатий к белой армии, за это его дважды арестовывали. В первый раз священника спасло контрнаступление частей Колчака. Но в 1919 году за сотрудничество с белогвардейцами Евграфа Еваристова приговорили к расстрелу. В 1999 году на торжественное прославление священно-мученика Евграфа в лике святых приехал его правнук, подмосковный священник Георгий Еваристов. Гоняния на русскую церковь в XX веке дали множество примеров подлинного мужества и силы. Их источник и основа — искренняя вера. Сегодня церковь обращается к священному ученику Евграфу. Моли Бога о нас! Субтитры подогнали Симон.